Мучнистая роса на розах. Поклонники разведения роз хорошо знают, как распространено среди этих цветов грибковое заболевание. Мучнистая роса. Болезнь в короткий срок наносит огромный ущерб клумбам, делая кусты неприглядными, а если не принимать вовремя меры, ты губит растение окончательно. Мучнистая роса на розах. Возбудитель опасного заболевания. Мучнистая роса на розах. На поражанном растении листья покрываются пятнами белесого мучнистого оттенка. Только кажется, что их можно просто стереть пальцем. Это не так. Белый налет на листьях розы постепенно разрастается, захватывая соседние побеги их кусты, цветы. Листья начинают выглядеть скрученными, засыхают, розам грозит гибель. Обратите внимание, с не меньшей охотой, чем розы, грибок поражает и другие садовые культуры. Поэтому очаг, появившийся на розовом кусте, угрожает благополучию всех соседствующих с ним растений. Бороться с болезнью следует сразу же, не теряя времени. Образование мучнистого налета связано с разрастанием мицеля грибка, который формируется канидиями, спорами. С их помощью гриб размножается бесполым способом в летнее время. Эти споры ветер с легкостью переносит на все соседние кусты. Грибку хватит при благоприятных условиях нескольких дней, чтобы покрыть все листья на розы. Действовать следует очень быстро, иначе куст погибнет. Если заболевание развивается на осенней листве, то растение вымерзнет зимой. Осенью налет более плотный. На нем появляются темные точки, это кристотеции, так называемые плодовые тела. В ней формируются споры, но уже другим половым путем. За счет такого механизма мучнистая роса без затруднений пережидает морозы, чтобы весной снова активно размножиться. Мучнистая роса на розах факторы риска. Оптимальная температура для распространения грибка – 20-25 градусов тепла, а влажность должна быть 80% или выше. Подобное сочетание благоприятных факторов наступает, когда долгое время шли дожди, а потом вернулось солнце и тепло. Лужи активно испаряются, влажность воздуха достигает максимальных значений. Розарий слишком загучен, поэтому вентиляция затруднена. Особенно актуально для плетистых розочек. Между отдельными кустами образуются участки с повышенной влажностью, подходящие для размножения мучнистой росы. Из-за большой разницы между дневными и ночными температурами росы выпадает больше обычного. В почву внесено много азот, содержащих удобрений, благодаря которым образовалась обильная молодая поросль, сильнее страдающая от различных инфекционных заболеваний. Розария и мучнистая роса на розах. Чем лечить летом? Медлить с лечением мучнистой росы на розах нельзя. Принимать меры нужно сразу. Производителями выпускается достаточно много специализированных средств, с помощью которых борются с опасным грибковым заболеванием различными способами. Особой популярностью пользуются контактные фунгициды. Ими обрабатывают побеги и листья. Возбудители погибают, как только вступает в контакт с фунгицидом. В эту обширную группу средств входят серые препараты из нее, бордовская смесь, медный и железный купорос. Стоимость этих средств доступна, а найти их можно в свободной продаже в любом населенном пункте. Обратите внимание, после распыления фунгицида препарат проникает в ткани растения. В результате сок устов становится ядовитым для мучнистой росы. Отмечена высокая эффективность таких препаратов, как топаз, райок и скор. При обработке любых посадок фунгицидами следует неукоснительно соблюдать следующее общее правило еще до применения того или иного. Препараты проводят обработку посадок. Необходимо тщательно удалить все пораженные части рос. Вылечить их не получится, поэтому их срезают секатром и обязательно сжигают. Также поступают сорняками и травой на клумбе. Проводить опрыскивание раствором фунгицида следует ранним утром или поздним вечером, на рассвете или на закате. Идеальная погода – сухая и безветренная. Так поступают для того, чтобы влага на кустах высохла до самых солнечных часов, поскольку капли могут стать причиной ожогов нежных. Листьев и лепестков цветов Средство должно равномерно попадать на все части растения – листья, стебли, цветы. При этом листья нужно обильно смочить с внешней и внутренней стороны. Любые грибковые заболевания обладают способностью развивать устойчивость к конкретным препаратам. Это означает, что фунгициды нужно чередовать, а не пользоваться в каждом случае только одним понравившимся средством. В продаже имеется достаточно широкий выбор средств борьбы с мучнистой росой. Они помогают и от таких болезней, как перонос, порос, парша, плесень. Достаточно обратиться к продавцу в специализированном магазине, чтобы получить представление об имеющемся в наличии ассортименте. Далее рассмотрены наиболее лучшие средства, которые по отзывам садоводов, хорошо зарекомендовали себя на практике. Борьба с мучнистой росой коллоидной серы ее рекомендуют применять на самых начальных стадиях развития болезни, когда едва заметен белый налет на розах. Если садовод обнаружил подозрительные пятнышки на одном-двух кустах, то самое время обработать клумбу раствором коллоидной серы. Она является фунгицидом контактного действия. Производители рекомендуют растворять с 30 грамм порошка в 10 литров воды. Оптимальная температура воздуха, при которой эффективность средства достигает максимального значения – 20 градусов тепла. Важно! Если погода стоит более холодная, то следует немного увеличить концентрацию раствора. Если же температура воздуха выше 35 градусов, то есть риск пожечь листья, поэтому используют другие средства. Тиовиджет – это готовый контактный препарат, в составе которого на долю серы приходится 80%. Применяют его аналогично тому, как следует использовать коллоидную серу. Оптимальная, рекомендованная производителем концентрация рабочего раствора – не более 80 грамм препарата на 10 литров воды. Топаз является системным фунгицидом. Подходит и для профилактики, и для лечения грибковых инфекций. Подготавливать рабочий раствор следует, исходя из рекомендованной концентрации – 2 мл препарата на 5 литров воды. Повторную обработку при необходимости проводят спустя 2 недели. Фунгицид АПАССКОР – системный универсальный препарат, действует контактным методом. Его часто используют и для профилактики мучнистой росы, и для лечения роса от нее. Концентрация на 5 литров воды разводит 1 мл средства. Обратите внимание, максимальная эффективность ИСКОР достигает при температуре выше 14, но ниже 25 градусов тепла. Райок – это почти полный аналог СКОРа, но отличается несколько более продолжительным периодом действия. Служит хорошей защитой от мучнистой росы, обработанным розовым кустам в широком диапазоне температур. Топсином его применяют в профилактических целях, так как средство обладает системным механизмом действия. В целях борьбы с мучнистой росой его разводят в воде на 10 литров, не более 15 грамм порошка. Строби – еще одно средство системного действия. Поскольку воздействует не только на мучнистую росу, но и на другие заболевания, его используют в профилактических целях. Для достижения нужного эффекта достаточно развести в 10 литров воды 2-4 грамма средства, пускаемого в гранулах. В строби народные средства помимо представленных в свободной продаже фунгицидов, садоводы широко применяют народные методики борьбы с мучнистой росой. Они высокоэффективны в качестве профилактики, а также тогда, когда заболевание находится в начальной стадии. Более того, лекарство может служить для куста источником ценных питательных веществ и повышать сопротивляемость различным болезням и вредителям. Широкую известность получили такие домашние средства, как раствор на основе йода и молочной сыворотки. Для приготовления средства берут 5 литров воды, добавляют в нее 10 капель йода и 1 литр молочной сыворотки. Опрыскивать таким составом розовые кусты необходимо 2-3 раза в месяц. Молочная сыворотка не просто защищает растения от болезней, но и подлечивает поврежденные участки, поставляет розы и ценные микроэлементы. Зола Ведро чистой воды высыпает 1 кг просеянной от крупных частиц ревесной золы. Настаивать средство нужно 3 дня. После настой процеживают и принять для опрыскивания. Чтобы жидкость не стекала с листьев, специально для лучшего прилипания в нее добавляют немного хозяйственного мыла. Осадок, оставшийся после процеживания, снова разводят ведром чистой воды и применяют для полива розовых кустов. Пищевая сода, которую разводят в 5 литров чистой воды. Еще добавляют чуть-чуть хозяйственного мыла. Этим раствором надо опрыскать каждый листочек дважды в месяц в профилактических целях. Если же следы мучнистой росы были обнаружены, то раствором опрыскивают все кусты один раз в неделю не менее трех раз подряд, чтобы избавиться от угрозы. Коровий навоз Разводят водой в пропорции 1 кг навоза на 3 жидкости. Настаивать на открытом воздухе нужно 3 суток. Получившийся настой разбавить водой в 10-кратной пропорции и использовать для опрыскивания листиков. Кальцинированная сода Разводят водой на 10 литров берут 50 г порошка. Добавляют еще и столько же хозяйственного мыла. Чуть теплым домашним раствором надо опрыскать розы дважды с интервалом в неделю. Раствор марганцовки Разводят 3 г порошка в 10 литров воды. Опрыскивать таким раствором можно 3 раза подряд, через 2-3 дня. Марганцовка Профилактика мучнистой росы Доказали свою высокую эффективность Следующие несложные агротехнические приемы Все пораженные или подозрительные части кустов осенью Обязательно собрать, срезать и сжечь. Это не даст грибку перевизимовать и начать распространяться по весне. Регулярно проводить прополку вокруг роз, не допуская разрастания сорных травы, на которой мучнистая роса появляется первой. Это поможет спасти уличный розарий от большей части угроз. Не стоит поливать розовые кусты разбрызгивателями. Розы это любят и откликаются активным ростом, но такой способ олива создает благоприятную среду для распространения спор грибка. Не надо загущать посадку. При посадке новых растений следует строго выдерживать рекомендованные производителем посадочного материала зазоры. Это позволит воздуху свободно циркулировать в розарии. Не стоит применять азот, содержащий удобрения во второй половине лета. Из-за таких удобрений слишком активно нарастает молодая зеленая масса, наиболее уязвимая для мучнистой росы. Повысить сопротивляемость розы грибку обычной и ложной мучнистой росе ЛМР помогает внесение калийно-фосфорных удобрений, благодаря которым побеги и бутоны созревают быстрее. Поздно осенью и рано весной землю вокруг рос стоит специально обработать медь с содержащими препаратами. При выборе новых сортов стоит обращать внимание на указания производителя в части устойчивости рос к мучнистой росе. Грибок – это серьезная угроза для цветов, но бороться с ним можно и нужно. Для успеха достаточно уделять внимание своему розарию хотя бы один раз в неделю, но тщательно осматривать необходимо каждый куст, даже если он комнатный. При выявлении подозрительных признаков сразу принимать меры.